приветики как меня слышно я решила время не терять даром а провести прямой эфир пока на процедуре на маникюре напишите как меня слышно потому что дома связь просто отвратительная я уже жду не дождусь когда куплю квартиру когда проведу там самый крутой интернет и у нас будут просто бомбические эфиры ну что я хочу вам сказать большое спасибо вы меня просто закидали миллионам рецептов от кашля вот я теперь даже не знаю какой выбрать ну наверное все таки возьму если найду черную редьку что-то вот мне как-то в это поверилось если найду то обязательно сегодня это сделаю ну либо если речку не найду то сделаем запрыгнула в последний вагон жировой давай классно прием профессор лапук слышно хорошо очень удобно в эту сторону как-то как участвовать марафоне с 9 до 6 на работе с 9 до 6 на работе утром тебя есть возможность тренироваться либо вечером пожалуйста нога лучше гербион дает но я вот выпила уже вот бутылек супрема бронхо не помогло две недели я пью чай травяной шалфей ромашка чабрец ну естественно там литры меда уже наверно съела что еще мазала грудь спину все это делала ну чуть вот не помогает этот раз шалфей с молоком ими о молоко тамара привет аховарский очень удобно проходят эфиры по времени имеется ввиду да откуда здесь птички а на улицу такой тут окошки в потолке где птички поют нос тоже промывал но у меня нос чистый мне вообще не насморка нет нос я промывала сразу вообще сироп солодки ну я даже солодку купила но такая противная заваривать да попробуй сироп уж правда можно вопрос по приседу стены пиши давай на 20 пресс кока-колой да ладно спасибо маникюр ну вот мне уже обрезали все будут короткие ногти и цвет такой розовый такой полупрозрачный в марафон можно до записывать и девчонки меня же говорила что она может я забыла про это сказать запишу сегодня stories обязательно что у даже пост я выложила что ты еще можешь запрыгнуть последний вагон продлили мы продажи на два дня то есть сегодня и завтра еще можно зайти и сам марафон будет он длится две недели висеть будет потом еще две недели после окончания вот отчета потемнел так что не волнуйтесь хочу потемнел экран чудо фигня мирами стены так что допишите фитология . project записывайтесь в марафон обязательно участвуйте потому что следующий будет только осенью только осенью все никаких активности не будет но может быть еще группу на мфр возьму и и все отдельную вот мне нравится как вы говорите у нас вот классно да у нас действительно такое комьюнити сообщества до людей которые объединены одними интересами да мы же не мы же не вот я сегодня на прямом эфире кстати девчонки поторопитесь пожалуйста потому что если вы хотите еще и мыслить и о том чтобы зайти не ждите завтра заходите сегодня потому что сегодня уже был прямой эфир на тему как воспитать себе культуру питания и там как раз я рассказывала на что я рассказывала но я много чего рассказывала полезного интересного именно того что переворачивает сознание и в отношении еды то есть как как себя настроить на то чтобы питаться действительно по-настоящему здоровой пищей они какой-нибудь фигней так чуть там пропустила уже кажется я а так вот чего я хотел сказать то мы хоть мы мы в марафоне но вот я по крайней мере до позиционирует так что это все делается ради здоровья это даже нет для похудения на ради здоровья а а похудения красивое тело до красивая кожа чистое свежее лицо это уже все бонусом идет сироп аллент и конечно да но только не скоро смотрите у нас вот я сейчас только выкладываю 5 марафон до тренировки из 5 марафона только сейчас он уже закончился давно ой это сложно про лепешки отдали через все специально тренироваться не могу посчитать когда лучше на голодный желудок тоже говорят нельзя вечером 7 нет или это все еще ищешь причины об этом я как раз сегодня говорила в прямом эфире на жиру боя вот не за час не за час нужно кушать и не через час это неправда все за перед тренировкой минимум два с половиной часа желательно 3 после тренировки можно кушать сразу ну как ты все равно через полчаса ты будешь кушать потому что пока ты растянешься пока ты сходишь в душ приведешь себя в порядок пройдет минимум полчаса или я взяла с собой книжку клянусь тебе я сейчас покажу тебе или просто не могу отойти сейчас не делать маникюр а потом не буду делать педикюр и вот на педикюре я сделаю разбор столько абзацев сколько ты написала честно говорю правда это правда и я даже там stories вылез выложу чтоб ты увидела что это правда что я не обманываю у меня вот я ответственный ученик девочки и я кстати беру себе в ученицы только ответственных людей которые тоже готовы работать вместе со мной и и выполнять все мои задания я конечно вот по заданию лили не все у меня есть не всегда все получается делать да не всегда все получается успевать где-то наверное тоже может быть и какие-то отмазки потому что действительно можно там сидя в туалете например сделать разборов поэпи ну какое-то задание да вот но хотя честно говоря по последние дни запуском марафона у меня на самом деле не было свободной минутки потому что я вот с утра и до позднего вечера сидела занималась марафоном подготовку ну там как бы много всего до подготовка марафона это на самом деле очень сложная штука ну и плюс конечно же есть мои определенные практики которые я выполняю ежедневно по восстановлению там моего здоровья и колено то что у меня в приоритете это я делаю в первую очередь а потом уже занимаюсь речью ой нужно листоконца на прописывание глядя тепло клади грелку пей пей алё вы где мы как всегда мне наберут ты помогает так сейчас посмотрю ну-ка напишите видно меня все нормально а я поняла я поняла миль ну да я я стараюсь но так дочь это пишет говорит виде эфир и читай сверху читаю дочь есть ты меня видишь это алишка звонила звони звонила звонила сделала плейлист молодец я поставила задачу ребенку говорю сделай мне плейлист у нас завтра тренировка вот так что обеспечиваю ребенка работой тоже он на один час пишет молодец молодец что там еще сначала говорит энергии короче в марафоне первая тренировка будет плейлистом от логвиной алины ну вот она готовила отлично а то у меня вечно проблема с музыкой что делать если нет резинок если нет резинок то надо резинки купить мне делать спокойно в одном прейлисте а ты можешь сделать алин если ты меня видишь сейчас то нет в разных сделай блин вот я лишь не знаю видит она меня или нет так про что я говорила то забыла ладно дальше отвечаю как я отношусь к молочным продуктам нормально отношусь особенно кисломолочным но я молоко не люблю молодец 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 малой я не люблю молоко я прям его вообще на дух не выношу но завтра тренировка по времени с 8 и до примерно у нас идет тренировка час пятнадцать потом потом идет растяжка ну в целом примерно полтора часа мы тратим совсем все до кучи у нас полтора часа жгут в аптеке она про резинки жгут в аптеке 10-20 килограмм это тяжелая резина это очень тяжелая резина нет это уже когда ты не новичок и не все упражнения с ним то есть это уже конкретная такая силовая нагрузка силовая силовая спортмастер и нет резинок а других магазинов нет заказать в интернете фикс прайс воркаут шопру фитнес резинка рака мака фит у рака мака фит десятипроцентная скидка должна быть на по моему промо коду логвина фитнес резинка по моему право коду дарят по моему книжку в подарок какую-то новую фитнес резинки заказывайте японского качества лучше заплатить там по мудре 200 чем-то они стоят но их вам хватит надолго китайские рвутся быстро отношусь 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 или мне стыдно так резиновый жгут в аптеке как вариант можно для начала купить потом заказать заказать в интернете нет у меня сейчас день половина третьего если есть резиновая петля то ты вообще в шоколаде потому что резиновая петля это маст хэв действительно универсальный тренажер ты ее можешь связать и все в порядке вы если ты с 8 утра работаешь прямой эфир сохраняется на сутки потом из прямого эфира монтируется короткое видео и выкладывается в ленте поэтому ты в любое время удобно и для себя выбираешь и тренируешься я рассчитал что у меня 1500 ела сегодня мне этого мало оказалось учетом что я вообще я раза два в день и часть всего этого не хватает как будто просто вода а как будто просто вода ты по меню получается питалась не может быть не очень сытно это еще 500 калорий это это возможно что у тебя здесь если ты раньше не считала и питалась и тебе казалось что меньше я ела и наедалась а тут на 1500 килокалорий не наедаешься ну не знаю попробуй и пиво воду побольше воды пей попробуй так два дня но не думая о том что у тебя какая-то диета будешь об этом думать будет будет все время хотеться чего-нибудь еще сожрать онлайн тренировку буду вести я ну упражнение будет делать алина с леной вместе а я буду вести онлайн тренировку ну как-то так посмотрим посмотрим как завтра будет не знаю и есть еще пока у меня минус без минус 20 процентов уже 1299 так солнце напиши в директ проекта напиши туда и вот задай этот вопрос лена тебе подскажет потому что возможно что ты неправильно сделала расчеты не может быть 1299 либо ты там совсем маленькая худенькая тогда тебе не нужен минус в этих не нужен дефицит тогда ты просто ешь на 1300 дорого к макофит быстро привозят дорого к макофит быстро привозят длинная 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 она у не более универсальна длинная резина если 8 часов не могу с вами записи будет до девочки ну блин с марафона так бегом читать кто из марафона идите читайте правила но вы чего там же все написано маникюр делаю свою зарядку смотри я задание буду выкладывать сегодня у нас так получилось что я утром по москве до выложила задание я буду заранее выкладывать за то есть допустим на завтра задание будет сегодня так как у нас завтра тренировка в онлайне соответственно задание не будет до дополнительного ну допустим секретное задание я выложу во вторник вечером оно будет на среду понимаете вот и тренировку также буду выкладывать заранее поэтому если у тебя есть возможность тренироваться с утра пожалуйста тренируйся с учетом разницы во времени у тебя будет уже к твоему утру тренировка и задание уже будет если сильный дефицит калорий будет это плохо да не надо меньше 1300 нет вы не сможете после марафона видеть тренировки конкретно в этом профиле все но все тренировки если вы обратите внимание в мой основной профиль они дублируются в основном профиля поэтому вот сегодня я выложила вторую тренировку из жиру боя 5 до из прошлого марафона пользуйтесь пожалуйста там сохраняйте работайте это да есть не смогла сколько лет будет экспортом я занимаюсь ну как регулярно два года пресс где-то за полгода но опять девочки пресс у всех есть у всех есть эти кубики вопрос только в кита в питании пресс очень о спасибо ой второй раз на я очень вкусно мара а что за марафон марафон стройности красоты здоровья похудения рельефа чё хотите то и будет сейчас меня поругать что хотите да вот каждому свое каждый найдет свое в этом марафоне у нас и питание меню с рецептами и тренировки вы можете и как сжигать жир так и формировать рельеф тут нужно просто варьировать с питанием плюс у нас будут прямые эфиры с экспертами в области красоты фитнеса здоровья до психологи сексологи у нас будут эфиры вести а также у нас будет психологический эфир по сбыванию мечты или загадывания желаний или как там это называется я не знаю в общем у нас очень крутые будут эксперты в этом марафоне станислав линдовер ольга лебединова эксперт международного вообще класса она будет нам рассказывать секреты фотопозирования буквально уже послезавтра у нас не первый эфир потом мой стилист по волосам да она будет брать и про про уход за волосами чтобы не выпадали да вот все это рассказывать очень интересно потом кто еще лилия правда будет рассказывать про то как разговаривать селенной как посылать свои мысли туда как чтобы это все сбывалось но очень круто поэтому рекомендую вам записаться еще два дня у нас и и вы можете попасть и вы можете стать стать одной из избранных кто у нас пришел в эту группу и на выходе кто будет обладать уже ну я бы даже сказала уникальными знаниями понятно что вы это все можете почерпнуть у этих людей самостоятельно но это в рамках либо там ждать какие-то их эфиры да ну и собственно а здесь будет целенаправленно по темам которые я озвучила ну и соответственно бесплатно до для вас постоянно заливание пресса то есть то нет то есть то нет питать правильно всякого мусора пус принятие пищи постоянно с 2 живот сочетание продуктов вполне возможно что допустим когда ну к примеру вот я поела основной прием пищи да и раз пошла поела фруктов нельзя все сразу вспучивание идет живота и сразу живот выпирает абсолютно вот то есть нужно сочетание продуктов досмотреть это уже конечно не не просто принципы адекватного питания уже более глубокие знания но и здесь нужно почитать и так сходу не расскажу вот вообще смотри по организму что-то с чем ешь если бывает потому что бывает у кого-то ну допустим у алины у моей да она очень любила ой очень любила молоко молоко вот и и спустя какое-то время мы поняли что его ей нельзя потому что у нее начинает болеть живот как раз таки после того вот видимо вот не и лактозная непереносимость все как только она исключила молоко молоко из рациона все болячки прошли поэтому здесь нужно экспериментировать каждый организм индивидуален и ни один диетолог тебе и нутрицолог прямо так не скажет что конкретно нужно тебе ты должна это понять самостоятельно экспериментируй экспериментируй в общем ну нужно анализировать дайте не им пинок под зад я сорвалась не знаю что мне делать со своей головой грубовато хочется ответить честно говоря обычно я так и отвечаю грубо на такие вещи но на самом деле что значит ты сорвалась ты определись чего ты хочешь если ты что значит сорвала так вы здесь ребята кто-то мне опять позвонил и нарушил все мне так вот отлично про то что ты сорвалась я не понимаю не может быть сорвалась иди в марафон я тебе дам такой пинок что мало тебе не покажется века ты сейчас получишь у меня люлей за такие слова я хочу есть и худеть а мы едим и худеем ты по моему у нас была на марафоне или мне кажется да или или сейчас записалась но в общем мы едим и худеем в процессе похудения выпить нет если у тебя цель похудеть и у тебя конкретная да какая-то ну какие-то сроки то нет а если ты можешь ну как бы более растянута то есть себе не надо быстро блин че за вопросы пиво можно в банках ну пей пиво расти живот давай пей можно пей девочки но я не знаю девочка-то ли мальчик пишет дурацкие вопросы на самом деле в мозге включайте или просто посмотрите сколько весит в калориях банка пива а там даже на ней написано наверное должно быть посмотрите почитайте ну и ну если ты можешь пить пиво и ничего не есть можешь будет ли это здорово для тебя для твоего организма сомневаюсь 47 колонечу за бред так ладно по моему это какой-то хайпер как справиться с психозой психозом при занятиях спортом или при пп не должно быть психозов найди тот вид спорта который тебе нравится пробы разные виды спорта зайди в марафон попробуй меню у тебя не будет психоза потому что это вкусно потому что многие представляют что пп это вареная грудка и гречка нет это не так все верно все всего в меру надо никаких диет сегодня что я говорила на своем эфире я как раз таки первое что говорила это отказаться от диет и от любых ограничений то что ты не будешь пиво пить да или там вино пить это тоже не ограничение это вклад в твое здоровье ну вот и все ну а я вот видишь не понимаю отвечаю на этот стек вот смотрите после шести после шести это тоже миф да мы можем поесть за три-четыре часа до сна каждый человек в разное время ложится то есть если ты ложишься в десять часов спать да ну да тогда ты в шесть поела и все если ты ложишься в двенадцать часов спать соответственно ты можешь поесть до восьми то есть тут нужно смотреть конкретно по себе но то что за три-четыре часа не есть в принципе если ты будешь соблюдать этот принцип адекватного питания то это уже будет тебе в одну пользу и уже ты получишь какие-то результаты перестали дико выпадать волосы правильно да да молодцы вот любовь молодец молодец я рада за тебя очень блогеры которые питаются фаст-фудом и не толстеют просто пиар ну вот я честно не знаю я не знаю как на самом деле что это же вот все-таки то что показывают вот здесь вот да это одно все звонят и звонят и е-мое то что показывает в сети это может быть одно да а то что на самом деле это может быть другое я не могу отвечать и знать как на самом деле у других блогеров я могу только говорить за себя я фаст-фуд не ем почему потому что во первых там булка из высшего сорта муки к примеру да а это вредно как минимум бесполезно это зачем пичкать себя продукты которые бесполезны представьте вы едите туалетную бумагу вот тоже самое мука высшего сорта а котлета до которая приготовлена не непонятно на как непонятно на каком масле пожарено непонятно с каким какие там добавки какое мясо и сколько она хранилась и соответственно что там еще соус майонезы там кетчуп и тоже с консервантами консерванты вот всего лишь по этим причинам я прям я не ем фастфуд если приготовить собственноручно бургер и сделать это из цельнозерновой муки и например да без дрожжей булку приготовить положить туда кусок мяса который ты сам приготовил сделать соус то пожалуйста это здоровое питание без проблем ну а то что едят другие блогеры я не знаю честно подтягивания турнике со скольки раз в день начинать сколько подходов ой сейчас скажу как со скольки раз а стольки сколько ты можешь вопрос я не знаю спасибо за ответы на тупые вопросы пожалуйста вещь подумали люди что ты стебешься надо мной а я терпеливо тебе отвечала но по подтягиваниям подходы я не знаю смотря сколько программа по подтягиваниям у меня абсолютно другая там не только подтягивания там и отжимания и горизонтальные подтягивания и обратные подтягивания и висы и сведение лопаток висе и подъем коленей ну там как бы много всего понимаешь как я тебе скажу сколько раз сколько ты чувствуешь на 45 подходов 10 не знаю похуделась 58 до 49 висит животик добавь массаж добавь пилинг живота добавь что там еще вакуумный массаж до банками мы тоже вот про это марафоне рассказывает как попасть в марафон написать фитологию . project или мне в директ хочу в марафон мы пришлем реквизиты после оплаты добавляем вас в закрытый профиль у нас очень красивая очень постаралась в этот раз просто я супер дизайнер оказывается во мне талант дизайнера еще оказывается представляете в этот раз просто профиль огонь да за три часа до сна ну нет йогурт на самом деле можно выпить и за час но ты который без добавок до натуральный или кефир 1 процентный суши роллы ну это не совсем п.п. не совсем рациональное питание суши хвроллах белый рис это тоже бесполезный продукт вот ездил ну если вы едите листу лучшего употреблять серый бурый красный да вот такие виды риса вот а белый конечно но я ем потому что я это очень люблю для меня это как пирожные спасибо большое можно на марафон фитология . project пишите или мне в директ и я ну правда я очень позже жужжит что там жужжит жужжит специальный до это машинка специально питание по методу зигзаг не знаю что это такое я не знаю что это знаете мы тоже любим спасибо за марафон спасибо большое про лада очень хочется как вариант если дома их делать без жирного сыра и майонеза хотя там рейс наверно не попадать совершенно верно но есть на самом деле майонез то это уже добавляют такие не совсем роль ные товарищи на кафешки нормальные кафешки которые делают качественные роллы майонез туда не добавляет там сырный соус о там совсем другое да про пиво совершенно верно потому что ты к пиву обязательно там рыбка или что-то но это я не вот смотрите я вам говорю да про это но я сама например иногда покупаю бутылочку пива опять-таки пиво пиво да ну можно выпить полтора литра а можно выпить там 05 да ну или там бокал 250 разница есть обычно пивоманы берут полтора два литра на на одно лицо вот и считайте ну и плюс к пиву идет какая-нибудь рыбка или что-то то есть если я допустим пью пиво ну беру там себе бутылку пива то у меня нет ужина соответственно абсолютно то есть я там с кусочком рыбы и бутылка пива все это моя еда но это бывает крайне редко это бывает крайне редко но опять-таки у меня много тренировок да у меня уже там разогнанный до скорости света метаболизм да и я могу себе это позволить а когда ты худеешь когда ты движешься к определенной цели конечно лучше избегать так так да конечно все эфиры сохраняется может в роллы взять булгур вот не знаю кстати эта идея можно попробовать попробовать опять опять марафон по похудению стройности красоте какой хлеб бездрожжевой вы в какой берете в москве слушать но в ашане например я не видела такого хлеба чтобы бездрожжевой чтобы из цельнозерновой муки я покупаю хлеб либо на преображенском рынке там есть такой открытом павильоне у типа не бутика как сказать магазинчик да и и там есть такой хлеб там он разный причем есть можно выбрать либо во вкус или вот последний раз я во вкус или нашла тоже не я не помню какое название ну и просто берешь читаешь там состав смотрит чтобы не было муки высшего сорта и дрожжей все марафон попасть написать фитология . project хочу в марафон или я на теле и все и ждать реквизиты вам их пришлют либо мне написать так про животик я уже говорила отказалась от хлеба макарон картофеля ну смотри макароны из твердых сортов пшеницы можно хлеб опять таки вот про тот который я говорила можно и даже нужно картофель до картофель можно исключить но иногда можно добавлять в рацион но не так как раньше мы питались да то есть у меня тоже картофеля практически нет в рационе только если я там готовлю какой-то суп это тоже бывает не часто хлеб майонез мясо макароны сахар чистые булки это все нельзя все совершенно верно но нет мясо можно подождите мясо можно кому-то оно и нужно но это опять-таки каждому свое мясо единственно что свинина да я вот свинину не рекомендую можно говядину курицу индейку рыба да вот это все мы едим как научиться подтягиваться это все на курсе я даю подтягивание в двух словах это не скажешь подтягиваю вообще как бы могу дать рекомендацию отожать резиновую петлю фиолетового цвета там помню 30 30 тире 20 37 килограмм по моему она идет и вот с ней начинать подтягиваться ну подводящие упражнения к ним делать там различные отжимания тяги я так сложно сказать да можно ли сделать все виды пресса при диастазе нет нельзя ну опять-таки смотря какой диастаз мне тоже ставили диастаз как оказалось только я не обратила на это внимание тогда когда ли не было три года это было что 11 лет назад и соответственно благополучно забила на это и вы видите мой пресс кожи здесь и натягивали просто начали пилинг и банки то есть и вы до череду чередой не кожа не оттягивается если у тебя будет много масла про масло не забывай конечно если ты будешь там фигачить нас на сухую то это плохо если ты сделала на масле особенно кокосовое да какой-нибудь ну так то которое еще будет пользу приносить кокосовое масло замечательно вообще все на нем давай и делай где посмотреть как попасть в telegram терпение сегодня выйдут три поста у нас информационных и как раз там будет про чат болталку ждите на ляжках целлюлит как бороться как бороться кушать правильную еду и заниматься спортом и делать массажи например и пилинги спасибо доступ к марафону останется на две недели после его окончания потом он будет удален вы приобретаете доступ в проект да они материалы поэтому у нас каждый проект удаляется полностью как бы мне не было жаль но я удаляю здравствуйте правда если выпить кофе за час до тренировки то он будет действовать как жиросжигатель ну мне кажется нет я не знаю честно но кажется что это какая-то фигня попка подтянется да на марафоне когда тренировки идут во вред причины состояния сложный вопрос когда тренировки идут во вред ну когда если ты больна например то тренировка может пойти на вред если ты есть какие-то ограничения у тебя по здоровью тоже самое да если ты выполняешь упражнение не в технике ты можешь навредить себе ну разные причины могут быть если ты перенагружаешь свой организм то же самое если не видишь границ да если ты питая тренируешься и при этом не сбалансировано питаешься ну вот под причин будет может быть много нл протеины опять каждый прямой эфир девочки не спрашивайте про нл отрицательно отношусь я чувствую что мне уже нужно написать в вечных stories в актуальном что нл нет 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 давайте объясню ладно по какой причине не потому что я терпеть не могу и нл а потому что во первых там состав в составе почитайте что там есть это не здоровый продукт это не натуральный продукт и в-третьих когда вы заменяете приемы пищи чем-то искусственным то вы замену то есть вы как мне во первых недополучаете определенные там витамины микроэлементы на это во первых во вторых вы привыкаете к тому что вы выпили какую-то волшебную там типа таблетку да и вроде как не хотите есть а когда у вас закончится этот протеин что вы будете делать вам будет хотеться что то есть вы и вы и вы не научитесь с помощью вот этих вот искусственных добавок и средств похуделок вы никогда не научитесь здорово питаться так чтобы вам хватало и и чтобы при этом вы не жирели понимаете вот все три причины почему я против каких-то нл если кроме того как говорил мой папа я считаю он прав ты когда выбираешь какую-то технику да там или что-то еще лучше выбирать когда производитель делает что-то одно почему apple номер один почему потому что они делают вот определенные вещи да как можно сказать одно что-то да вот чисто этим заниматься они не распыляется на туда не делают там мебель не делают машины да не делают там еще они делают чисто вот девайсы да гаджеты определенные и все силы они бросают именно на это вот поэтому здесь качество здесь уровень марка бренд и так далее да что такое нл там и косметика и там блин не знаю что там еще и питание и похуделки и протеин спортивный и все 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 до кучи как вы думаете когда большая такая махина и занимается всем подряд по чуть-чуть будет результат хороший нет ну и вот вот все первое это не натурально а то что не натуральная в пищу не принимать и не рекомендую своим подопечным да что ж такое почему так маргарита у тип ты из марафона напиши пожалуйста в директ самого профиля марафона если ты из марафона да не может быть чтобы на 1500 калорий не наестся если наше меню вот ну не может быть если ты не в марафоне то надо тебе как-то пересмотреть значит и что как-то не нерационально его формируешь не может быть чтоб ты не наедалась на 1500 килокалорий это обожраться на самом деле так и знаешь но без резины ни разу еще не могу потянуться солнце тренируйся тренируйся смотри если у тебя фиолетовая резина да вот подтянешься на ней 12 раз переходишь на красную или на желтую до резину там подтянешься 7 7 раз на той на желтой резине сможешь один раз подтянуться вот я тебе такую установку даю и потом не напишешь когда у тебя все получится как выбрать резину ой ой простите еще по телефон с уроню замечательно так как выбрать резину да не ну как как покупайте еще в любом магазине для тренировок из жиру боя резина ну и те которые вот у меня в ленте резина нагрузка 3 15 килограмм все не больше не больше 10 20 это уже не то я рада что вам нравится меню спасибо приложение по калорийности fat secret там забиваются продукты и можно смотреть да да очень сложно хлеб найти такой до семена льна да да я рекомендую можете кушать и добавлять смузи например можете утром да можете из них кашу делать не обязательно варить даже но надо замачивать заранее вот чтобы они семена льна это вообще действительно это полезный там по они микроэлементы ну да все 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 что нужно очень круто и не то чтобы они помогают похудеть они помогают очищению кишечника вот а уже отсюда идет дальше разгон метаболизма и соблюдать хочу набрать не получается но здесь тоже нужно смотреть если хочешь набрать нужно опять таки тренировки и питание с профицитом то есть чуть чуть больше чем нужно тебе вот по норме да да резина это очень круто как научиться читать правильный состав что значит считать правильный состав там по-русски все написано и если там написано да и добавка и 211 на и летом и этом 342 открываешь google читаешь что это ну я просто с добавками не не беру если у меня есть но я не помню название добавки по моему соевый лецитин или что гуаровая камедь в общем вот прочитает несколько раз ты запомнишь какие можно какие нельзя потому что какие то есть натуральные растительные добавки а есть искусственные сколько минут в день сколько часов в день ты хотела спросить для час пятнадцать час полтора часа вот так примерно четыре раза в неделю остальные тренировки по где-то 15-20 минут хлебцы ну можно да можно но опять таки читайте состав потому что в составе бывают хлебцы вроде бы полезная а состав посмотришь нет и то есть нельзя будьте внимательны потому что даже в магазинах здорового питания например то в том же вкус или не все можно покупать молодец вот видите девчонки не раскрывай все секреты про аффирмации из секретных заданий молодец классно что ты делаешь каждый день молодец блин когда я научусь уже нормально разговаривать супы рецепт слушай ну я варю супы так вот что есть у меня в холодильнике из того варю все и такой получается сухих поэтому я так сказать рецепт наверное сложно мне уже любой есть у нас супы молочные продукты но и я считаю что кефир полезен например йогурт тоже само молоко не знаю я его не пью ну как бы вот допустим у меня был период когда полезли прыщи и и я молок ну молочку всю исключала поэтому ну и как мне в общем то это помогло курс по подтягиваниям я возможно сделаю возможно вакуум да хорошо отношусь эффективно более эффективно на уле это как раз сжигает тот самый бесцельный жир который у вас который очень плохо уходит на тренировках и питании не уходит значит может быть что-то ты ешь что-то в питании что-то в питании если столько много тренировок и не уходит у тебя этот целлюлит ну не может быть понимаешь а столько людей уже прошло через вот марафоны и в принципе уже столько отзывов что если ты соблюдаешь значит где-то ты грешишь чет что-то вот делаешь будут тренировки и будут хоть там целыми днями ты будешь упахиваться но если ты будешь есть булки то целлюлит у тебя будет тем более если тебе там после 30 до хлопковое масло не знаю не пробовала можно сложно подтягиваться практически невозможно это физикой рычки длинные суши но мужики подтягиваются же мужики подтягиваются не знаю тоже я невысокая спасибо большое нога лучше я уже хожу уже не хромаю почти иногда так бывает что но я выполняю все практики то что мне доктор прописал до запоминать и делать регулярно не нужен будет доступ до меню можно будет себе скопировать а тренировки я все выкладываю потом в основном профиле поэтому пожалуйста берите их пользуйтесь зачем им доступ действительно чего начинать тренировки новичкам купила беговую и эллипс тренажер иди в марафон если ты можешь себе купить беговую дорожку и тренажер то ты можешь позволить себе потратить 500 рублей на марафон и от заниматься там по полной потому что вот это тебе действительно даст и не нужен будет тебе и при важнее тренажер не беговая на самом деле потому что у нас достигаются результаты чисто с работой дома собственным весом тела и все очень хорошо получается и результат есть ну а так если хочешь там ну начиная крутить педали что я тебе могу сказать ходить мне скучно я не люблю такие вещи поэтому я не могу сказать с чего там тебе на уходи все чё это долго это чтобы чего-то сжечь на эллипсе там или на беговой дорожке нужно ходить там час-два у меня нет такого столько времени я лучше за этот час по тренируюсь у меня там будет и кардио нагрузка и все у меня будет и силовая и получу куда больше результат чем я буду ходить на тренажере сохраню гербалайф то же самое но гербалайф я не читала состав но я предполагаю что там то же самое объясни обоснованно они утверждают обратное но почему я должна объяснять это бы я объяснила обоснованно я сказала во-первых там состав которые не полезны абсолютно ну на но как могут быть вот скажи мне как может быть натуральной едой которая вот в порошке они говорят они говорят о том что детское питание это вот тоже там порошок но только способ приготовления детского питания один да и он проходит все там какие-то госты да все это дело и и там нет таких добавок которые ну хотя я сейчас я просто предполагаю да я не анализировала честно говоря я предполагаю что там нет таких добавок если конечно там будут такие добавки то таким детским питанием я просто не буду кормить своего ребенка вот и все если там тот же самый мальтодекстрин он там есть все это уже не то плюс какие-то там искусственные витамины это все искусственно это все не натурально ну как это что чего объяснять то о чем вообще спорить есть смысл я считаю нет для меня это сразу тому ну и плюс я же объясняла что также у тебя идет искусственное привыкание к тому что ты заменяешь прием пищи и ты на этом худеешь ну поешь туалетной бумаги размочи ее поешь суть будет примерно та же на мой взгляд потому что ничего там полезного нет благо если это будет бесполезно хотя бы все можно тренироваться да но не качать пресс это при критических днях не качать пресс и ну если у тебя безболезненно то можно чем заменить каши попробовала их есть не могу каши попробую ленивую овсянку вот берешь овсянку овсяные хлопья которые 15-20 минут надо варить заливаешь на ночь йогуртом или я вообще на не на ночь заливая я заливаю где-то минут на 15 на 20 все заливаешь йогуртом или кефиром и оставляешь на какое-то время но если ты прям хочешь совсем чтобы она мягкая было да то можно на ночь я не люблю мне надо чтобы было чё пожевать вот соответственно потом туда добавляешь ягоды и банан финики чернослив ну вот все что у тебя есть вкусненького такого нас настоящего дома то туда добавляешь и ешь очень вкусно получается и сытно попробуй такую есть льняная каша например тоже она продается в коробочках как каша прям до льняная кедровая очень вкусно не так раз я тоже я не варю это у жутко если варить или заливать водой я это есть не могу это мир за смерзот на я просто а вот когда ты заливаешь кефиром или йогуртом и добавляешь туда фрукты то очень вкусно получается целых восемь дней ждала класс спасибо девочки природа не заложено такое есть вдруг потом хвост вы вырастет ну правда во первых это не как сказать это не протестировано поколениями да то есть лучше а допустим если взять выбор между протеином н.л. и протеином из специализированного спортивного магазина да где от производителя который именно спортпитом занимается конечно нужно лучше выбрать осталось две минуты лучше выбрать магазин спортпит потому что они профессионально этим занимаются у них там целые лаборатории этому посвящены да ну и естественно тоже и спортпита и из профессиональных спортпит производителей нужно тоже выбирать под и там тоже нужно состав читать потому что не все добросовестные производители у нас самом деле мы можем этот эфир закончить и перейти в другой потому что у нас еще времени много молодец-молодец умница люба молодец девочки ждем по эфир по марафону я все целом дам конечно мы будем делать фото до и после поэтому не волнуйтесь до вакуум полезен эффективен делайте очень счастлива у не уронила всего в марафоне будет 8 тренировок полных до больших и 4 секретных задания то есть по факту вы будете заниматься делать какие-то задания 6 дней в неделю ладно я сейчас отключаю этот сохраняя перейдем другой еще поболтаем